Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Физика, динамика, законы Ньютона. Задача 2021. Мы, конечно, с вами продолжаем готовиться к самостоятельным подготовительным контрольным работам, ну и, конечно же, к единому государственному экзамену. Смотрим, что это за задача. Брусок массой полкило прижат к вертикальной стене с силой 10 ньютонов, направленной перпендикулярно стене. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен 0,4. Какую силу надо приложить к бруску по вертикали, чтобы равномерно поднимать его вертикально вверх. Записываем условия задачи и сейчас я вам расскажу, как эту задачу решить. Итак, условия задачи записаны, а сейчас нужно просто-напросто разобраться, что тут, так сказать, записано. Без чертежа не обойтись. Поэтому я нарисую сейчас чертёж. Вот это стена, а это тело. Вот. Кирпич какой-нибудь, брусок. И на него давят, давят, давят. Вот. Вот таким вот образом. Вот эта сила F1. А теперь смотрите, поскольку сила векторная величина, то есть у неё есть направление, я, в принципе, эту же самую силу могу нарисовать таким вот образом. Это сила F1. Вот. Понятно, да? Потому что любой вектор можно переносить с одного места в другое для простоты понимания. А почему я так сделал? Вот это сила, с которой брусок, тело действует на стенку. А по третьему закону Ньютона, стенка действует на брусок точно с такой же силой. И эта сила называется силой реакции опоры. Сила реакции опоры. Поэтому я могу записать, что F1 и сила реакции опоры будут равны друг другу по численному значению противоположному направлению. Это естественно. Вот. И всё. Да. По первому закону Ньютона эти силы будут равны. Теперь дальше. Смотрим. На этот же самый брусок, естественно, действует сила тяжести. Силу тяжести я буду обозначать всегда вот таким вот образом. МЖ. Ну, потому что сила тяжести так рассчитывается. И чтобы этот брусок не упал, мы должны приложить силу вверх. 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 Вот если я сейчас возьму, ну, допустим, калькулятор, да, он ведь у меня начнёт скользить, поэтому я должен к нему приложить силу в этом самом направлении, да, то есть я должен как бы давить на брусок, я давлю на брусок, брусок, естественно, давит на стену, вот. Вот. А вниз действует сила тяжести. И ещё. Я его должен сейчас этот брусок, да, тащить вверх с постоянной скоростью. А почему именно с постоянной скоростью? Когда вы слышите слово с постоянной скоростью, да, сразу же в голове должны быть ассоциации, опять-таки, связанные с первым законом Ньютона. Я его всегда формулирую, ну, на мой взгляд, самым простым способом, так сказать, для понимания и для решения задачи. Если сумма всех сил, которые действуют на тело, равна нулю, это означает, что это самое тело находится либо в состоянии покоя, либо равномерного прямолинейного движения. А ещё я говорю следующим образом. Что значит сумма всех сил равна нулю? Это все силы, которые действуют на брусок вертикально вверх, равны всем силам, которые действуют на брусок вертикально вниз. Или все силы, которые действуют с верно право равны, всем силам с право на него, ну и так далее, и так далее. Поэтому, если я сейчас начну, да, действовать на этот самый брусок силы F2, да, то эта сила F2 должна уравновешиваться силой тяжести. Но это при условии, что если бы не было силы трения, а сила-то трения существует, брусок ты тащи туда, а сила трения будет направлена в противоположную сторону движения. Вот это и есть сила трения. Вот всё. Поэтому в данной ситуации мы должны записать, да, вот такую вот вещь. Первый закон Ньютона F2 должно равняться Mg и плюс сила трения. А сила трения, она всегда рассчитывается таким образом, μn. А n у нас равняется F1. Значит будет μf1. Поэтому для того, чтобы рассчитать силу трения, мы должны к силе тяжести прибавить силу трения, которую можно рассчитать вот таким вот образом. Всё. Фактически задачка решена. Нужно просто-напросто поставить численное значение. Полкило умножаем на 10, потому что G я всегда принимаю за 10 метров на секунду. в квадрате и плюс 0,4 умножить на F1 на 10 Ньютонов. Ну всё. Килограмм умножить на метр на секунду в квадрате. Это Ньютон. Полкило. Ну, половинку на 10 это будет 5 Ньютонов. Плюс 0,4 на 10 4 Ньютонов. И получаем 9 Ньютонов. То есть, если мы приложим силу F2, равную 9 Ньютонов, значит этот самый брусов мы можем тащить вертикально вверх с постоянной скоростью. Вот так решается эта задача. Ну всё. Мне остаётся только напомнить вам, что вы учите физику на самом суперском канале. Физика это просто канал, на котором достаточно сложные задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признательным и благодарен. И, конечно, лайк не забудьте поставить. Всё. Всем доброго. До свидания. До новых встреч.